Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся самыми простыми словами говорить о нашей православной вере. Я вас всех сердечно поздравляю с началом весны духовной, как называют Великий Пост, богословы и учителя церкви. Сейчас идет первая неделя. Первая неделя и страстная неделя — это неделя особого напряженного, вдумчивого размышления человека о себе, о своих взаимоотношениях с Богом, с людьми, когда человек замедляет время. Замедляет время, прежде всего, для себя самого. Замедляется для того, чтобы подумать о себе глубоко и решить какие-то очень важные, насущные проблемы. Сегодня мы в нашей студии поговорим об истории Великого Поста, об истории, может быть, и формирования богослужения, и что через это богослужение пытается нам сообщить Матерь Церковь. И в нашей студии сегодня гость, клирик Сретенского храма, священник, протеерей Максим Кокарев. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, отец Сергий, здравствуйте, дорогие друзья. Отец Максим, прежде чем мы приступим к разговору, я бы хотел отрекомендовать вас нашим зрителям, еще и как заведующего церковно-практической кафедрой. То есть вы, как человек, вы человек непосредственно преподающий церковный устав, знающий историю формирования церковного богослужения, даже автор книги, учебника, введения литургического богословия, вы заведующий, в том числе, магистратурой. Поэтому, безусловно, нам сегодня будет с вами крайне интересно поговорить именно об истории Великопостного богослужения. Вот действительно очень важно ведь нам с вами иногда поразбираться, с чего все начиналось. Для того, чтобы, вот опять-таки, преодолеть мифотворчество, преодолеть стереотипное мышление, что пост – это диета, что пост – это отказ только лишь от мяса, от скоромной пищи. Напомните нашим зрителям о том, как формировался вообще пост, с чего он начинался вдруг, почему христиане решили каким-то образом выделить это время. — Ну, начать, я думаю, надо с того, что пост придумали вообще не христиане. Пост как практика, одна из духовных практик, одна из религиозных практик существует, ну, наверное, практически во всех религиях. Если говорить о библейской традиции, то есть он достаточно широко был распространен в Ветхом Завете до времен Христа задолго. И уже в Ветхом Завете мы видим главное содержание поста, то есть там тоже совершенно понятно, что пост не был диетой. И более того, под постом все-таки в Ветхом Завете понималось более четко это выдержание от пищи вообще. То есть если был постный день, то до вечера пищу не вкушали. То есть, скажем так, до девятого часа по еврейскому время исчислений только как минимум до трех часов по полу. И вот эти посты, они… А содержанием, главное, было покаяние. То есть пост был временем скорби, временем покаяния. Его накладывали в определенных случаях как временную меру, когда бедствия какие-то наступали. Мы читаем Ветхий Завет. Напали какие-то, значит, противники. И воспринимая это нападение как наказание Божие, народ израильский приходил к покаянию. И налагался пост. То есть люди постились. Вот это были временные посты. Были посты достаточно постоянные, еще и как выражение скорби по каким-то печальным событиям из истории. Например, обязательными были четыре постных дня для всех евреев во времена Христа. Это разрушение храма день, день осады Иерусалима, взятия Иерусалима вавилонянами, смерть Гадолии. Это последний, более независимый, так сказать, вождь вот в это же время. Все таки… Этими постами отмечались некие веки, печальные веки в истории. Время скорби еще было. И когда мы говорим о зарождении уже в христианской общине, мы должны понимать, что, кстати, вот, собственно, ученики Христа, непосредственные апостолы, кто рядом с ним ходил, им вменялось в вино очень часто такое не самое ревностное отношение к посту. Как вы помните, фарисеи, которые постились достаточно строго. Вот они два дня в неделю не ели ничего, в общем, до вечера это был строгий пост. Это был понедельник и четверг, у меня была своя традиция. И они говорили, помните, в Евангелии есть такие моменты, где говорят, «Почему ученики твои не постятся?» И вот здесь ключевой момент, да, Христос отвечает. Как могут поститься сыны брачного чертога? То есть на свадьбе, на свадебном пиру можно поститься? Нет. Вот когда отнимется у них жених, то есть когда не станет меня с ними, потому что ну как действительно они могли поститься, когда с ними была самая большая радость? Все-таки радость и пост немножко вещи, да, так сказать. Это духовная радость, это другая радость. Но вот тот образ, который использует Христос, образ брачного торжественного пира, да, так сказать, во главе которого жених, он. Конечно, тогда они, так сказать, к посту относились. Вот когда отнимется у них жених, тогда будут поститься, это ключевые слова. Вот после воскресения и вознесения Христа, когда община осталась одна, так сказать, на земле, христиане остались, ну, конечно, Христос и остался главой этой общины, но уже незримый. Так вот тогда появляется действительно пост. Причем, естественно, исходя из этих слов, самым логичным было бы зарождение поста именно по отношению вот к дню распятия Христа, самый скорбный, самый такой, ну, вот, переживаемый особо христианами день. Мы не знаем точных у нас, как у литургистов, у ученых, да, нету точных свидетельств, там, первого века апостольского времени, там, рубежа первого-второго веков, чтобы мы точно могли взять какое-то памятник, какую-то, так сказать, пергаментную, так сказать, рукопись, прочитать, сказать, что точно был пост или сколько он длился. Мы можем предполагать, исходя из слов вот этих евангельских, что христиане с самого раннего, вот, периода существования церкви, может, с апостольского века начали освящать постом тот день, когда вот случилось вот это событие самое трагическое во всей евангельской истории распятие. И уже со второго века мы имеем действительно упоминание о том, что день распятия Христа христианами отмечался всегда строгим постом. Это наша Страстная Пятница. Поэтому сейчас самый строгий день, собственно говоря, практически в году и есть. И потом из этого ядра, из этого зерна, скажем так, зерном всего Великого Поста, по крайней мере, Страстной Седмицы точно послужил один день. То есть мы видим по памятникам второго века, там переписка, допустим, Ирине Леонского, конец второго века с папой, с епископом Виктором Римским, где они, так сказать, вот как раз упоминаются о двухдневном. То есть, допустим, вот день распятия, день пребывания в огробе, то есть пятница и суббота. И этот пост двудневный торжественно заканчивался вот воспоминанием и торжественной службой по поводу воскресенья. Из этого Пасха выросла впоследствии. То есть начиналось все буквально. И были очень разные традиции. Надо понимать, что в древности церковь не была какой-то унифицированной такой организации, где кто-то один сказал, и все потом стали сказать. То есть были местные традиции, она была очень географически, так сказать, разбросанная по Римской империи. И где-то день постились, где-то два, где-то высчитывали. Была традиция 40 часов, то есть и 40 часов, потом выросли 40 дней. 40 часов перед воскресеньем Христа, вот последний как раз. Собственно, так и получается. Двое суток, чуть больше. То есть столицы были разные. Вот есть еще у отца Андрея Кураева интересное замечание на тему того, что это еще и пост солидарности. То есть, что так как практика крестить людей не была, сильно уж распространена. То есть человек, как правило, долго испытывался на предмет веры, крестили его в определенные дни. В частности, вот в Великую Субботу. И что вот к этому дню люди, которые проходили так называемое оглашение, которые готовились к принятию таинства крещения, они готовились как раз постом. Да, совершенно верно. Вот что-нибудь поподробнее об этом. Это практика катехизации или оглашения, но надо уточнить, что она послужила все-таки основанием, скажем так, больше не предпасхального поста, а большого сорокадневного поста. То есть, может быть, для некоторых это будет удивлением, но вообще-то у нас в том, что мы сейчас называем Великим постом, соединились два поста. И они, в общем-то, имеют разное происхождение и разную историю формирования. То есть, первоначально посту длился день или два, и из этого потом выросла Страстная Седмица. Вот в узком смысле Страстная Седмица – это именно предпасхальный пост. То есть, мы там каждый день читаем евангельские чтения, готовимся, мы идем шаг за шагом по Евангелию. И, в конце концов, доходим до дней распятия, пребывания в огробе и воскресенье. А если мы посмотрим предшествующий сорокадневный пост, остальные шесть недель, мы такого четкой направленности предпасхальной там не увидим. И, более того, если взять пятницу шестой недели поста, это пятница перед Лазаревой субботой, то есть, перед Страстной Седмицей. Если мы откроем книгу, в которой изложены молитвы песнопения Великого поста, триотик, книга такая, да, то там складывается ощущение, что в пятницу шестой недели сорокадневный пост закончился. Потому что там написано «душеполезную, совершившую четыридесятницу». То есть, переводено со славянского на русский «закончив, совершив четыридесятницу». То есть, получается, что здесь соединение двух постов воедино. И вот действительно, у поста, который вот длительный, сорокадневный, огромный импульс для появления этого поста, импульсом послужила практика катехизации, практика оглашения. Дело в том, что действительно в древности крестили в основном взрослых, то есть, мы знаем, что именно к ним была обращена проповедь апостолов, а уж детей крестили, как правило, в составе семьи, чаще всего за одну. То есть, семья крестилась, естественно, вся-вся крестилась. Детей не оставляли без крещения. Специально, как бы, крещение специально детей появляется несколько позже, когда уже все взрослые уже в Византийской империи становятся крещенными. То есть, как бы, там уже отпадает нужда в какой-то такой детальной катехизации, все взрослые уже крещены с детства. Поэтому, так сказать, немножко другая ситуация, в связи с которой и большие купели пропадают, в апосте, и, так сказать, только малые остаются, где младенцы крестят, и многие другие изменения происходят. Так вот, когда крестили взрослых, их сначала действительно достаточно длительное время, ну, сорокадневный пост еще был не самым длительным. Иногда оглашение могло длиться и год, и больше, вот как действовало Александрийское огласительное училище, где люди могли обучаться основам христианской веры достаточно долго, их никто не торопил, крестились они только уже там после длительного оглашения. Но некий минимум, вот считалось, это вот, да, вот такая сорок дней Великого Поста. И очень рано в церкви появляется традиция, как называют его постсолидарность, да, солидаризируясь с оглашенными, с катехуменами, тоже поддерживать их в этом посте. Потому что, конечно, им было бы тяжело, если бы они одни из общины, они одни бы, постились только те, кто готовится к крещению, а все вокруг них, так сказать, ну, как бы совершенно в другом измерении жили, пребывали. Поэтому самое раннее упоминание, это даже Второй век, это есть такой памятник дедахи, первая половина Второго века, это такой, ну, наподобие древнехристианского катехизиса, где понемножку обо всем, о канонах, об инистративном устройстве церкви, в том числе о богослужении. И вот там сказано, перед крещением пусть постится крестящий, крестящийся и те из общины еще кто могут. То есть это не было еще сначала обязательным, но церковь шла к тому, чтобы поддержать оглашенных, поддержать крестящихся, вместе с ними, совместно пребывая в посте и молитве. И во всех других, начиная буквально со Второго века, чем дальше, тем больше появляется упоминание о том, что через пост и молитву, тоже в другом месте написано, постом и молитвой готовятся оглашенные крещения, и мы постимся и молимся вместе с ними. То есть в значительной степени такой импульс действительно существовал. Впоследствии вот эти два поста, 40-дневный пост подготовки крещаемых, когда и пост в собственном смысле предпасхальный, они соединились технически, хотя мы сейчас видим, что между ними есть небольшой зазор, это Лазарево суббота и Вербное воскресенье, когда пост достаточно серьезно ослабляется. То есть все, кто хоть раз пытался поститься, знают, что и в Лазарево субботу, и особенно в Вербное воскресенье, есть послабление в посте. Они есть и, собственно, в посте в пище, и в богослужении. Это богослужение совершенно не постное, а праздничное, более чем до 20-й праздник. То есть получается, что это некий перерыв, кончился, кончился в строгом смысле 40-дневный пост, потом два дня немножко послабления, и снова мы с новыми силами собираемся, чтобы готовиться уже, собственно, идти шаг за шагом, идти к Пасхе, к светлому Христову воскресенью. И, собственно говоря, если мы даже посчитаем, то есть есть же разные способы подсчитки дней, потому что у нас тут получается 7 недель, включая страстную. Если мы страстную исключим и возьмем 6 недель, которые предшествуют, умножим на 7, получим 42. За вычетом Лазарева и верного воскресенья получим ровно 40 дней поста. Это один из вариантов считать дни поста. Были другие варианты, в которых считались только будние дни, потому что на самом деле суббота и воскресенье это не совсем постные дни, там, так сказать, и послабление в посте, хоть слабое, да, но масло можно, даже по самым строгим монастырским уставам можно вино и растительное масло. То есть и по богослужению там нет никаких великопостных именно литургических особенностей, поэтому, собственно, не совсем постные дни. Поэтому, если мы посчитаем только будние дни, то мы там насчитаем там 7 на 5 будние дни, мы насчитаем 35. Это считает Ефрем Сирин, преподобный 4 века. Он пишет, а еще мы возьмем, так сказать, вот умножим 7 седьмис на 5 дней, мы получим 35, с прибавлением еще, значит, последнего дня, это Великая Суббота, там, да, и половина светоносной ночи, то есть у него получается там 36 с половиной дней. То есть это несложно посчитать, что вообще-то это десятая часть года, ровно, да, там, от 365. И это тоже есть, в этом тоже есть такая уже символизм такой библейский. Это Ефрем Сирин называет наш Великий пост десятиной года, отданной Богу. То есть как бы мы отделяем. То есть мы десятину Бога. Да, да. Да, интересно. Батюшка, еще такой вопрос. Вот уж, в школе была затронута тема богослужения, ведь богослужение это не только разговор человека с Богом, это не только разговор даже Бога с человеком. Иногда через богослужение с нами разговаривает церковь как мать. Соответственно, она и назидает, и чему-то пытается научить. Вот какие особенности Великопостного богослужения? Потому что ведь все меняется, богослужение удлиняется, на буднях мы какие-то вот находим особенности, которые сразу нам подсказывают, что сейчас время какое-то необычное. Вот об особенности богослужения. Да, то есть вот именно поэтому, когда мы говорим о посте не только как о пищевом воздержании, а о диете, мы должны понимать, что без того, чтобы приобщаться к общественной церковной молитве, ты этого никогда не ощутишь. Если ты будешь сидеть дома и поститься, и не дойдешь до храма, ты не поймешь никогда до конца, что такое вообще Великий Пост. Потому что все эти песнопения особые, великопостные, которые начинаются еще с подготовительных недель, вот начиная с первой самой, с недели материя фарисеи, на всеночном день и воскресном поются удивительные глубины, проникновенности, утропари, покаяния, двери отверзгами, жазнодавча, да, то есть и многие другие. 136-й псалом на реках Вавилонских тоже покаянные, и многие другие вещи. А с наступлением самого поста служба меняется вообще радикально. По отношению вот кто действительно ходит в храм в течение года, понимает, насколько сильно она отличается. Во-первых, меняется все, ну, начиная даже с внешней такой, с музыкальной стороны. Мы понимаем, что напево музыка другая. По-славянски в Типиконе это называется костным напевом, то есть особо таким торжественным, но при этом не радостным, а скорее таким, скажем, скорбным и располагающим к покаянному чувству. Совсем другой характер, допустим, у пасхальных и других праздничных песнопений, абсолютно другой. Это радость просто вот через край. И меняется не только музыкальная составляющая, меняются, естественно, собственно, тексты, содержания. Есть ряд молитв, которыми отмечен Великий Пост, они как красную нитью проходят через весь Великий Пост. Это вот покаяние отверзами двери, то, что по воскресеньям поются все, все, кроме вот вербного воскресенья, последнего праздничного, все остальные воскресные нет. И самое главное, конечно, та молитва, которая за каждое благослужение читается там не один раз и является ключевой для всего Великого Поста, это, конечно, молитвы Ефрема Сирина. Это уникальнейшая молитва, которая церковью была издана как главная молитва, как такой девиз Великого Поста, то есть в которой мы вот в лаконичнейшей форме, все-таки это 4 век, Ефрем Сирина тогда еще, если молитвы писать, как правило, действительно такие более лаконичные. По тому, насколько она имела и имеет до сих пор и будет иметь влияние на человека, который проникается в православную богослужину, видно, и потому, что она породила, так сказать, ну, например, попытки переложить все стиха от Ворона, вот у Пушкина, есть, да, Великопостная молитва, прекрасная, на мой взгляд, не искажающая ничуть, но вот в поэтичной форме передающая очень многие даже нюансы, где говорится там, да, брат мой, от меня не примет осуждение, если в оригинале молитвы, собственно, у самого Ефрема Сирина, вот, говорится скорее о таком более активном осуждении, чтобы я не осуждал брата своего, то здесь вот такой, да, брат мой, от меня не примет осуждение, наверное, мы молимся о том, чтобы даже косвенно, мы иногда ведь делаем что-то не злонамеренно, но вот это осуждение может быть и так далее, то есть это молитва, она, ну, центральная для всего Великого Поста. Кроме того, очень хорошо во время Великого Поста видна вот это его, скажем так, древний характер, который имел отношение к практике оглашения. Вот кто ходит в храм, понимает, что, замечает, что в будние дни Поста мы не читаем Евангелие, то есть у нас нет новозаветных чтений. Новозаветное чтение тоже, такой признак, скорее всего, торжественного праздничного богослужения, зато активно читаются ветхозаветные книги, то есть мы вот положили руку на сердце, у нас в православном богослужении существующем не так часто читается ветхий завет, по праздникам и вот постом, по праздникам, то и по большим, то и полилейные всеночные бдения, а постом каждый будний день. Читается, и Великопостное чтение это целый цикл, то есть берется книга и она читается подряд, то есть это единственный цикл вот чтения ветхозаветных книг у нас возник как раз в пост. Читается книга Бытия, книга Притчи и из пророчи книга Исаия. Вот эти три книги читаются весь пост. Это тоже очень хорошо показывает, чему учили оглашенных и чему нам тоже в общем-то нужно, хотя мы вроде бы крещеные, нам оглашаться уже не нужно, но нам это не менее полезно. Вот приходил вчерашний, так сказать, язычник, грек, римлян, Сирии, кто угодно со своими представлениями совершенно языческими. У него было первое какое-то, может быть, даже не совсем осмысленное желание принять христианство и его в течение этих сорока дней церковь назидала, учила буквально, я уже, резкое слово, выбивая из него все вот эти языческие, начиная с языческих космогоний, то есть почему мы читали книгу Бытия, о творении мира, о творении человека, о том, что Бог один, Бог творец, о грехопадении и так далее, что все эти, те языческие представления, которые у него были там, возможности, сложные все эти, и монассы и прочее, они из него, так сказать, улетучивались. Это в плане вероучительного, в плане нравственного, мы читали постоянно книгу притчи, тоже вот одна из таких известнейших учительных книг в плане, так сказать, жизни, в плане нравственных каких-то императивов, но и готовя его к принятию Христа, мы читали, наверное, главного из ветхозаветных пророков, то есть Исаию, то есть того, кого церковь называет ветхозаветным евангелистом, такой аксюмарон, так сказать, в ветхозаветии евангелистов по определению быть не могло до Христа, но это человек, который написал о Христе за 700 лет до Христа, настолько ярко, что никто другой из пророков так не написал. И вот человека так готовили. Полезно это нам сейчас уже крещенным, безумно полезно, потому что наша степень воцерковления, я думаю, очень многих, не всех, но есть люди разные, так сказать, срок пребывания в церкви, глубины погружения, но для многих эти вещи тоже, так сказать, чуть ли не впервые звучат и открываются, когда человек, то есть это то оглашение, которое и крещеным очень полезно, особенно современное, из которого в течение 70 лет из нас это выбивали буквально насильно. Поэтому вот эти, и тут даже видно, что по-другому устроена Страстная Седмица, там мы уже готовимся к Пасхе, и на Страстной Седмице мы уже видим наоборот доминанту евангельских чтений новозаветных, потому что, собственно, к дням распятия и воскресения Христа мы можем приготовить только через Евангелие уже. Мы там читаем совершенно другие книги, мы читаем активно Новый Завет огромными отрывками. То есть кто замечал, что на Страстной Седмице очень большие евангельские чтения долго читают, так сказать, это напоминает практику древней церкви, где все-таки вот эти чтения, которые за один присед, как и прочитывались за богослужением, были больше, чем сейчас. Вот это тоже показательная особенность. И тут уже прям буквально, начиная даже не с самой Страстной, но с воскрешения Лазаря, мы видим, вот воскрешение Лазаря, вот Христос после этого на следующий день входит торжественно под ликование толпы в Иерусалим. Вот последние дни его на свободе в Иерусалиме, он беседует с учениками, он очень жестко обличает фарисеев, там во вторник такие жесткие слова читаются про фарисеев, что видно, что Христос уже понимает, что все идет к концу, он если где-то раньше может быть и мог смягчать, то тут он все в открытую говорит окончательно все. И потом мы видим среда, предательство Иуды, четверг, тайный вечер, взятие по стражу, суд, казнь, воскресенье. Мы проходим буквально по минутам даже последние, особенно с четверг, пятницу и субботы. И это уже... Вот мы здесь видим, что страстное богослужение, оно от всего остального поста действительно отличается. То, о чем мы говорили, это как раз у них немножко разные пути становления и возникновения. А люди, которые достаточно часто причащаются, заметят, что в будний день и литургия какая-то особенная. Вот литургия прежде священных даров, если вкратце. Во-первых, они не каждый день, а только в среду и пяток. Во-вторых, это не литургия в полном смысле. То есть литургия это та служба, на которой совершается таинство Евхаристии, освящается, да, и прилагается хлеб и вино в тело и кровь. Литургия прежде освященных даров, которые совершаются в среду и пятницу поста, это причащение заранее освященными дарами, которые в предыдущее воскресенье на полной литургии освящались. Почему это возникло? Просто очень древнее правило, 49-е правило Лаодикийского собора было такое, оно запрещает совершать полную обычную литургию, то есть таинство Евхаристии, совершать эту бескровную жертву в будние дни поста. Почему? Это опять, даже здесь, это элемент поста. Литургия, это очень радостная служба, это торжественная служба. И получается, что мы себя на пять дней в неделю, мы себя лишаем, в каком-то смысле, это радость, ограничиваем, то есть воздержание. Но были случаи, когда человек не мог терпеть и ждать причастия до ближайшей субботы или воскресенья. Больные, не знаю, уходящие в подшедневой войну, да, допустим, то есть когда неизвестный человек через день живой-живой будет или нет. Было очень много вариантов, когда было необходимо смягчить это правило. И для тех, кто не мог ждать, ну и были люди, кто действительно просто привыкли очень часто причащаться. Идя им навстречу, церковь вот создает такой чин, когда люди причащаются дарами, которые освящены не в этот день, а в предыдущее воскресенье. Все это такое, это даже не литургия, это вечерня с чином причащения заранее освященными дарами. Поэтому, в принципе, если человек утерпится до субботы, до воскресенья, то, наверное, конечно, это дисциплина древней церкви, то есть можно себя воздерживать и здесь. Но уж тем, кто действительно вот настолько, может быть, или привык, или болен, или действительно вот какие-то другие поводы, то поэтому никто не запрещает. Эта литургия, она существует, она, так сказать, благословлена церковью. Опять-таки, изначально это была мера такой диспенсации, то есть для тех, кто не может редко причащаться. Поэтому так вообще, конечно, в пост у нас стандартные дни для причастия, суббота, воскресенье. А воскресенье у себя немножко, так сказать, ограничиваем. Даже в этой радости. В духовной радости. Спасибо, отец Максим, за ваши ответы. А если подытоживать, то обратите внимание, возлюбленные во Христе, что, в принципе, богослужебная жизнь, она очень похожа, церковная богослужебная жизнь, очень похожа на такие концентрические круги на воде. Центром годового круга является Пасха, и это наша цель. Великим Постом мы как раз идем к Христу Воскресшему. Готовимся именно с Ним встретиться. Не с яйцами, куличами и прочей снедью, а именно с Воскресшим Христом, чтобы ощутить не просто даже на словах, а именно сердцем и душой радость пасхальную. Серединой недели, то есть сердцевиной недели, будет воскресный день, Малая Пасха. Серединой дня, любого дня, является литургия. Когда мы с вами причащаемся телу и крови Господа Иисуса Христа. Вот сегодня передача получилась крайне интересной. Мы с вами услышали о традициях, об истории Великого Поста. Надеюсь, что сегодняшняя передача еще и еще раз показала то, что суть Поста-то вовсе не в отказе от пищи. Это сопутствующая вещь нашего духовного делания, нашего духовного подвига. Будем с вами глубоки в исповедовании своей веры, будем глубоки и в том числе в своих духовных подвигах. С весной духовной вас еще раз поздравляю. Божие благословения да приводят со всеми вами. Храни Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!